Миллионы рублей ежегодно уходят на благоустройство Иркутска и сотни тысяч на то, чтобы поддерживать городское пространство в чистоте. Однако некоторые жители, похоже, имеют совсем другое представление о том, как должна выглядеть столица Прибайкалья. Так, в одном из районов Иркутска вандалы массово исписали дома и остановки. Что грозит виновникам и почему с этим явлением сложно бороться, разбиралась Дарья Эйвазова. В последние дни кисти и краски – основной инструмент рабочих в одном из районов Иркутска. Неизвестные исписали оскорбительными и нецензурными фразами заборы, остановки, фасады зданий и даже балконы. А убирать приходится коммунальщикам и управляющим компаниям. Управляющая компания обязана содержать общее имущество дома в порядке. Сейчас эта проблема очень серьезно у нас стоит в связи с тем, что подготовка отопительного сезона. Мы все готовимся к запуску отопления в домах и вынуждены все трудовые ресурсы с одного места перебрасывать на то, чтобы закрасить и в надлежащий вид привести общее имущество дома. Нанесен достаточно большой ущерб и необходимы большие средства для того, чтобы все это теперь привести в надлежащий вид. Но я хочу отметить, что эти средства мы могли бы направить на полезные общегородские дела. Ежегодно один только правобережный округ тратит на очистку территории от надписей и расклеенных объявлений около полумиллиона рублей. Сколько тратят собственники остальных зданий, подсчитать и вовсе нереально. При этом такие действия считаются вандализмом и порчей имущества. Если ущерб незначительный, виновнику грозит наказание по административному кодексу штраф, а при значительном уголовная ответственность вплоть до ареста. Зачастую сложность в привлечении виновных в этих действиях лиц заключается в том, что собственники, либо арендаторы зданий не сразу обращаются в полицию по факту обнаружения каких-либо надписей. То есть установить злоумышленников по горячим следам не представляется возможным. Безусловно, в розыске помогают установленные камеры видеонаблюдения, но они есть не везде. При этом в Иркутске с надписями пытались бороться по-разному. Например, год назад в городе тестировали антивандальное покрытие. Предполагалось, что поверх специального геля нельзя будет нанести надпись или приклеить объявление. Но в списке закупок администрации покрытие так и не появилось. Дороговизна средства оказалась несопоставима с эффектом. К сожалению, ни от надписей, ни от объявлений обработка не спасла. Если что, удалять их стало немножечко легче. Но в целом это не тот эффект, который ожидался, поэтому в итоге решили, что средства закупать не будут и будут искать другие методы. Впрочем, водятся в Иркутске не только вандалы-художники. Так, в сквере Волконского неизвестные вырвали несколько скамеек вместе с тротуарной плиткой. Сейчас скамейки вернули на место и решили дополнительно закрепить. Закрепляем лавочки, анкерим. Ну, то есть привариваем, чтобы они не качались, ничего, потому что уже лавочек 10 сделали. Бывает, только вот установят, и вот неделя-две, и все, и лавочки вот так вот все туда-сюда. Но надолго ли поможет арматура и сварка – загадка. Ведь похоже, что пока вандалов не начнут чаще ловить и привлекать к ответственности, вряд ли они остановятся. Дарья Эйвазова, Виктор Черкашин. Новости по будням.